Здравствуйте, друзья! Сегодня 6 января 2017 года, канал «Артподготовка», программа «Периферийное зрение». Меня зовут Сергей Окунев. Все, в общем-то, у нас по традиции, традиционное время, не совсем традиционный день. В четверг мы в эфир не вышли, поскольку было, в общем-то, 5-е число, 5-е, 1-е 2017-е. И как вот Вячеслав Шлач уже сказал, что не хватало только одной цифры, да, то есть 5-е, 11-е, тут было 5-е, 1-е, поэтому было много людей. И, в общем-то, очень такая хорошая встреча получилась. Кто-то видел происходящее в Перископе, и мы транслировали на свой канал, и наши зрители, я так понимаю, которые пришли, наши гости, да, тоже транслировали в Перископ практически всю встречу. Поэтому, если кому-то интересно, то можно, в общем-то, с легкостью найти. С людьми общались, вообще все очень хорошо, очень душевно прошло, поэтому вчера пришлось пожертвовать онлайн-эфиром, ради такого оффлайн-общения вживую, да. В свитере вот я сегодня, как уже некоторые заметили, отметили, на улице у нас за бортом, да, за иллюминатором минус 28 градусов. Сейчас, кстати, дома достаточно тепло, ну, конечно, относительно все в этом мире относительно, но тем не менее. Но вот я сегодня в свитере, который почему-то никому не нравится, не знаю, почему он никому не нравится, но мне он нравится, поэтому я себя комфортно чувствую, самое главное. Гости у нас приезжают сегодня, и вот я думаю, что в 21 час тоже и гостей вы увидите. Вот Александр Расторгуев у нас из Санкт-Петербурга тоже может, наверное, написать на продолжение книги путешествия из Петербурга в Москву. Да, передай привет. Питеру всем огромный привет. Мы здесь. Завтра, вернее, 8 числа выходим в Питере на прогулку, и это тоже еще объявили. Поэтому мы здесь, как бы вместе вот на этой программе, и вечером будем рассказывать. Да, я думаю, что, в общем-то, будет у нас интересно в 21 час, ну, в общем-то, как всегда. Ну и постараемся, чтобы было интересно и сейчас. Наверное, начнем давайте с объявлений. Вот Александр уже сказал по поводу прогулки в Санкт-Петербурге. Вот наши зрители просят озвучить в прямом эфире о нашей очередной прогулке в Петрозаводске, которая состоится на старом месте в 14.00 в воскресенье 8 января 2017 года на площади Гагарина около Биг Бена. Уж не знаю, что такое Биг Бен. С удовольствием побываю когда-нибудь в Петрозаводске и обязательно выясню. Побываю около Биг Бена на площади Гагарина. Надеюсь, что такая возможность у меня будет. приглашает, в общем, всех прогуляться и пообщаться. Владимир Тихонов, значит, я так понимаю, координатор по Петрозаводску. Владимир, мы озвучили, как и обещали, поэтому напишите нам потом, как у вас все прошло, сколько было народу. Ну, а наши зрители из Петрозаводска, я вас приглашаю присоединиться. Да, и я думаю, что в 21 час мы тоже продублируем, чтобы все, в общем-то, у нас до максимального количества людей дошло. Напоминаем, да, что у нас вот уже с завтрашнего дня начинаются очередные выходные, Рождество у кого-то. Ну, кто-то не празднует Рождество у меня, у мамы завтра день рождения, 7-го числа эфира у меня нет, поэтому мама моей эфира не смотрит, но я заочно поздравляю мою маму с днем рождения. 7-го января она родилась. Она не православная, так же, как и я, но все равно так у нас это определенный юмор в семье всегда был по этому поводу. Тоже это так, так в рамках объявления, можно сказать, поздравляю мою маму с днем рождения, завтрашнего дня. Я не суеверный человек, поэтому люди, которые говорят, что нельзя поздравлять за день там до дня рождения, я, кстати, может быть, достаточно суеверен, но все-таки не в данном случае. И люди вот просят, где предсказания Мальцева на следующий год, где итоги прошедшего года, но я понимаю, почему этого не делает Вячеслав Ильич Славович, потому что это не тот вопрос, в котором нужно спешить и в котором нужно попытаться как-то наспех это сделать. Это лучше сделать, я не знаю, даже в марте, может быть, но серьезно к этому подойти, осмысленно и чтобы это все было весомо, чем вот так на скорую руку что-то попытаться сделать. Но я не предсказатель, и я не Павел Глоба, не Вячеслав Мальцев, чтобы давать какие-то предсказания на следующий год. У меня есть свое какое-то мнение. Но вот на прошедший год я небольшую подборочку сделал, которую я очень посоветую вырезать и распространять в интернете. Я специально взял только официальные источники. То есть я сейчас вам расскажу о том, какие факты и какие цифры за прошедший 2016 год подвели официальные органы в России. То есть это Саратовстат, это не только Саратовстат, это вообще различные статистические агентства, еще раз подчеркиваю, официальные, государственные. В ЦИОМ всевозможные заявления чиновников, депутатов и так далее. То есть только официальные заявления о том, что у нас произошло за прошлый год. Вот, например, абсолютное большинство граждан России 71% экономят на продуктах. Из них 26% существенно ограничивают себя. Об этом заявил ВЦИОМ. Но мы прекрасно знаем, что Левада-центр, ВЦИОМ и всевозможные государственные, ну скажем так, аффилированные власти, да, статистические агентства дают цифры, которые можно смело умножать на два. Да, поэтому 146% граждан, судя по этим цифрам, экономят на продуктах. Но на самом деле, конечно, когда говорят о том, что 26% граждан существенно ограничивают себя, это очень большое заблуждение. Почему? Потому что большинство граждан России, они в целом не понимают то, как живут люди, да, и какие деньги получают люди. И когда я в Саратове встречаю людей, которые получают 25 тысяч рублей и считают себя миллионерами, и говорят, что мы ни в чем себе не отказываем, я очень с большой иронией к этому отношусь, потому что я понимаю, сколько получают денег в Европе, сколько получают денег там в каких-то других развитых странах мира, да. Я понимаю, что 25, 30, даже 40, даже 50 тысяч рублей в Саратове, это намного больше, чем среднестатистический уровень, но это далеко не то, чем можно было бы гордиться. То есть я не в том плане, что люди зажрались, а я в том плане, что наш уровень развития опустили до такого уровня, что если вы получаете больше 15 тысяч, то вы уже миллионер. Хотя на самом деле это, конечно же, не так, да. И когда мы говорим, что зарплаты должны быть 50, там 60, 70 тысяч рублей в месяц, нам крутят пальцем у виска и говорят, да вы зажрались и так далее. Мы не зажрались, мы хотим того, что, в общем-то, заслуживает человек, который живет в одной из богатейших стран с точки зрения природных ресурсов, полезных ископаемых и так далее, да. И когда у нас там всевозможные Миллеры, Сечины и Ротенберги получают миллионы, а то и десятки миллионов в день, в день, еще раз подчеркну, то, наверное, все-таки мы заслуживаем как-то эти миллионы и миллиарды разделить на всех граждан, которых у нас не так много, да, мы об этом знаем, мы не в Китае живем. И, в общем-то, нормальные человеческие условия получать. 18% граждан практически остались без средств к существованию. Вот такую замечательную новость озвучил директор Центра исследований по высшей школе экономики Остапкович, да, Георгий Остапкович. 18% граждан. Но, опять же, есть у меня сомнения. Я думаю, что, конечно, это там не 50, не 60%, как многие говорят, но, по моему мнению, это порядка 25%. И мы, кстати, считали эту сумму, да, это не из головы выдуманная сумма, но даже 18% граждан, это миллионы людей, это сотни тысяч людей, это огромное количество наших сограждан, которые остались вообще без средств к существованию. То есть это банкроты, это люди, которые, в общем-то, вообще не могут даже элементарные нужды свои каким-то образом осуществлять. 5 миллионов граждан России получают зарплату на уровне 7,5 тысяч рублей, 119 долларов, заявил вице-премьер Ольга Голодец. То есть, опять-таки, 5 миллионов граждан. Ну, есть, опять-таки, очень большие сомнения, что это 5 миллионов, потому что мы знаем, и дальше об этом будем говорить, о том, что огромное количество людей получают зарплату в 7, там, в 8, в 9 тысяч рублей, а по документам они получают зарплату, там, в 15, в 20, да, мы знаем таких случаев очень много, огромное количество. Поэтому я думаю, что если официально это 5 миллионов, то мы можем смело умножать на 2, а то, может быть, даже и на 3. И мы получим ужасающие цифры, которые, может быть, даже там в каких-то племенях Тумба-Юмба, и то будут выглядеть очень страшно. А в России мы к этому уже привыкли. 13% граждан имеют доходы ниже официально прожиточного минимума, 13% граждан, что составляет 9452 рубля, то есть это прожиточный минимум, и 13% получают меньше этих сумм. То есть несложно посчитать, что это опять-таки миллионы наших сограждан. Об этом заявил помощник президента Андрей Белоусов. Еще раз подчеркиваю, что только на официальные данные мы ссылаемся. Средняя зарплата россиян в 2015 году в пересчет на доллары сравнялась с уровнем зарплат в Казахстане и в Белоруссии. Но это еще звучит относительно прилично, скажем так, хотя в 2012 или 2011 году это звучало бы абсолютно жутко, но это звучит относительно прилично, если учесть, что мы уже давно по уровням зарплат пролетели вниз, намного ниже, чем у страны, например, Лихтенштейн, например, какие-то карликовые европейские государства, где уровень зарплат намного в разы иногда выше, чем в России. Об этом заявил майский мариторинг социально-экономических положений и социального самочувствия населения, подготовленный высшей школой экономики, опять же официальный орган. Реальная пенсия в России на 20% меньше официальной, зарплаты учителей меньше вдвое. Это по данным Росстата, еще раз подчеркиваю, средняя пенсия в России 12 406 рублей, однако в реальности она составляет 9 827 рублей. Росстат говорит о средней учительской зарплате в 36 800 рублей, что абсолютная глупость, в реальности же она составляет 15 700 рублей. Я на самом деле думаю, что даже 15 700 рублей – это не совсем объективная цифра, если учесть, что есть еще огромное количество школ, которые находятся в деревнях, в селах. И если мы берем среднестатистические цифры, то если мы видим, что в Саратове, в городе миллионники, средняя зарплата учителей 15 000 рублей, я об этом знаю, потому что у меня огромное количество знакомых учителей, и нас смотрят люди, которые работают в школах, они могут об этом рассказать. Если вы хотите получать 20 000 в школе, то вы должны взять все возможные классные часы, дополнительные уроки, стать классным заведующим, как это правильно называется сейчас, и мыть полы еще на переменах, и тогда в лучшем случае вы будете получать, работая 24 часа в сутки, получать 20 000 рублей. Это в Саратове, в городе миллионники, то есть мы можем предполагать, что происходит в более мелких городах. Это данные социального исследования центра телеканала ОРТ, ОТР, ОТР, прошу прощения, ОТР. Цены на крупу и бобовые за 15-й год выросли на 14,8%, то есть практически вдвое сахар подорожал на 39,7%, подсолнечное масло на 31%, плодовая продукция на 29,5%, рыба и морепродукты на 28,7%, куриные яйца на 17,3%, хлеб на 14,2%, мясо и птица на 14,4% подорожали, молочная продукция 13,7-13,8%, цены на медикаменты выросли на 22,8%, это данные Росстата, опять-таки официальные данные. То есть, как я уже говорил ранее, можем совершенно спокойно умножать, но если не вдвое, то на 1,5% и прибавлять 30% еще к некоторым цифрам, и получим реальные данные. То есть, если это официальные данные такие, то реальные намного-намного хуже. «Официально прожиточный минимум в России недостаточен, чтобы сохранить здоровье», заявил Минздрав. Вот как красиво звучит «недостаточен, чтобы сохранить здоровье». То есть, люди подыхают при нынешнем официальном прожиточном минимуме в России, то есть, если вы живете на прожиточном минимуме, то вы сдохнете, говорит нам Минздрав. Но, по сути, это я даже не иронизирую, там никак не коверкаю какие-то слова, да, они говорят то же самое, просто другими словами. Это, опять-таки, заявление официальных ведомств. «Половина колбасы в России почти не содержит мяса». Вот такое замечательное заявление сделал основательный владелец компании «Дымов», то есть, крупной компании Владимир Дымов. Вот такая тавтология. Вот у нас здесь, кстати, колбасу сидит человек и ест. Курицу. Не, курицу ешь всего, пардон. У нас есть колбаса «Дымов»? У нас есть колбаса «Дымов»? Да, у нас вот есть колбаса «Дымов». Вот Вадим Дымов открыл нам глаза и сказал, что половина колбасы не содержит мяса, да. Но вот нужно поинтересоваться Владимиру Дымову, его-то колбаса, которую он производит, она тоже не содержит мяса? Или он имел в виду, что вот у «О них», как они всегда любят говорить, «Они». Так, висим. Почему висим? Сейчас мы постараемся не висеть. Не должны. Граждане РФ стали чаще болеть заболеваниями, вызванными употреблениями в пищу собак. С такими заявлениями выступил Роспотребнадзор. То есть мы дошли уже до того, что, в общем-то, люди начали кушать собак. Мы об этом говорили. Это трихонеллез, по-моему, называется, если я не ошибаюсь. То есть у нас сейчас уровень трихонеллеза в России превысил количество заболеваний этим, в общем-то, подобными заболеваниями в Корее. То есть в Корее кушать собак намного безопаснее, чем делать это в России. То есть люди, на самом деле, реально стали уже переходить на то, что кушают животных, да? Потому что кушать нечего. Это 21 век, это Россия, это, еще раз я подчеркиваю, Роспотребнадзор. Это не какие-то выдумки. Это реальные заявления и цифры, которые официальные ведомства, в общем-то, представляют. Во время запрета на ввоз продуктов около 16 месяцев из стран, которые ввели против России санкции в связи с военным положением России в Украине, Роспотребнадзор уничтожил 9 тысяч тонн еды. Но это не совсем верно. Сейчас мы знаем, что это уже больше 13, если я не ошибаюсь, тысяч тонн еды. Это вообще не нужно никак комментировать. Я думаю, это просто нужно периодически напоминать об этом. Процесс импортозамещения в России полностью остановлен. Закрепить некоторые временные успехи импортозамещения, вот даже выговорить не могу, не получилось, заявили эксперты Института Гайдара и ВАВТ. Не знаю, что такое ВАВТ, тут это не расшифровывается, но тем не менее. То есть импортозамещение, о котором нам рассказывали, о том, что нужно потерпеть, а вот потом эгегей, эгегей не случилось. Мы терпим до сих пор, там, с 15-го года, да. Уничтожаются тоннами еда, импортозамещение не работает, даже официально об этом заявляется. Россия находится в конце списка стран по размеру минимального размера оплаты труда, да. То есть МРОД у нас один из самых минимальных в цивилизованных странах мира. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Банки получили право взыскать имущество должников без суда. Об этом очень много говорили. В общем-то мы одни из немногих стран, если не ошибаюсь, трех стран в Европе, у которых данная процедура работает, да. То есть мы, в общем-то, приближаемся к Северной Корее, да. Хотя Северная Корея, это, естественно, не Европа, но тем не менее. В ближайшее время приставы смогут выселять из квартир не менее 20 тысяч россиян. Об этом заявила Федеральная служба судебных приставов в 2016 году. В крупных городах России с 2017 года плата за ЖКХ вырастет на 6-7%. Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале Кремля. Число обанкротившихся застройщиков в 2015 и 2016 году выросло в 5 раз по сравнению с 2014 годом. Достигло 2,5 тысячи компаний. Это рейтинговое агентство строительного комплекса РАСК. Не менее 39 тысяч граждан РФ обманули при долевом строительстве. Об этом заявил старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Антон Головин. Российская Госдума приняла закон, запрещающий использовать жилые помещения в качестве гостиниц и хостелов, а также предоставлять в них гостиничные услуги, заявил сайт Госдумы. Но это достаточно громкий законопроект. То есть люди... Ну мы это знаем, да? То есть это была раньше такая очень большая волна, которая говорила о чем? Не нужно платить никакие деньги в пенсионный фонд, нужно эти деньги откладывать и покупать недвижимость. Я на самом деле был огромным сторонником этого, потому что людям всегда нужно где-то жить при любых условиях, да? И если вы покупаете квартиру и ее сдаете, то вы, естественно, получаете намного больше денег, чем вы получали бы от пенсионного фонда. Это смешно даже сравнивать. А если вы купили нежилое помещение, вы его всегда можете сдавать под какой-то бизнес. Но вот сейчас с нежилыми помещениями сложнее. В общем, это серьезная, долгая тема, но это огромный отток денег от пенсионного фонда. Огромный отток денег, мы об этом знаем. И у нас люди занимались, так скажем, легализацией этих процессов. В Саратове это, кстати, нормальные люди, я к ним очень хорошо отношусь, которые, в общем-то, легально объясняли людям, как не платить деньги в пенсионный фонд, и как эти деньги отправлять на то, чтобы покупать недвижимость, да, со временем. И, в общем-то, сейчас официально такую схему, кстати, не нарушающую никакие законы, Государственная Дума закрыла для того, чтобы никакого оттока их денег никуда не было, да, прекратить этот отток денег, которые у нас просто воруют. Депутаты предложили строить дома на огородах, российская газета об этом заявляла. Ну, тоже такая несущественная новость, но забавная. В ряде субъектов РФ, в основном в центральных регионах и регионах Севера, доля обезлюдивших деревень превысила 20%, и мы это видели своими глазами. Это экспертный центр экономики и политических реформ заявил, мы это видели своими глазами. Центральная часть России, нам даже страшно представить, что вот будет на Дальнем Востоке и на Севере, мы туда в скором времени отправимся. В центральную часть России деревни из себя представляют. Вот мы ехали, и для меня это было на самом деле шоком, хотя я представляю, что такое деревня. Я, в общем-то, достаточно часто там бывал и в Саратовской области, и не только в Саратовской, но для меня было шоком, да. Я всегда спрашивал, а чем здесь люди вообще занимаются. То есть вот мы едем там, не знаю, Москва, Ярославль, и посреди такого безлюдного поля стоят несколько домов. Вот для меня это действительно загадка, чем занимаются там люди. То есть где они работают, как они получают деньги, где они покупают, я не знаю, там продукты. То есть 21 век, Россия, 20% обезлюдивших деревень. Ну, это неудивительно, я думаю, что в дальнейшем это будет продолжаться. Закон, требующий получать лицензию на операции с отходами животных, то есть это так называемая лицензия на навоз, это не шутка. Это со ссылкой на президента Татарстана, заявление 2016 года. То есть теперь у нас, чтобы с навозом работать, нужно получать лицензию. Ну, то есть деньги не пахнут, да, мы возвращаемся, все в то же такое исторические отсылки, да, но мы знаем, к чему это в итоге приводит. Большая часть ученых лишается возможности защитить свои диссертации, вместе с тем как-либо улучшать свое материальное положение, скоро защитить кандидат, 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 то что же такое, кандидатерскую или докторскую, вот скороговорки, можно будет только по той специальности, которая указана в дипломе о высшем образовании. Об этом заявила замглавы Министерства образования и науки Людмила Огородова тоже в 2016 году. То есть наука у нас находится там же, где и все остальное. Крупные российские банки за год уволили 46 тысяч сотрудников. Это Интерфакс сообщал со ссылкой на квартальную отчетность кредитных организаций. 46 тысяч человек остались без работы, это только в крупных российских банках. То есть я уж не говорю про какие-то другие отрасли, то есть даже банковская сфера сокращает сотрудников. Почти 2 миллионам граждан РФ был запрещен выезд за рубеж из-за долгов по состоянию на 1 июня 2016. Сейчас их намного больше, их уже почти 3 миллиона. То есть представляете, на июнь 2016 года это 2 миллиона, проходит всего полгода, их уже 3. То есть это идет по нарастающей. Через полгода их будет уже, наверное, 5 или 6. То есть это не по миллиону в год, это уже такая процент на процент, что называется. Чистейшее нарушение Конституции, да, то есть у нас всем гарантирована возможность свободного перемещения, однако принят вот этот закон, согласно которому нельзя покидать страну, если у вас есть какие-то долги потрясающие. Среднестатистический гражданин РФ должен банку в среднем 210 тысяч рублей. Это доклад Объединенного кредитного бюро, то есть долги у нас дошли до того, что каждый ребенок, каждый пенсионер, я не имеющий ни одного кредита, вот люди, которые напротив меня сидят, которые тоже не имеют ни одного кредита, мы все должны по 200 тысяч рублей, потому что кто-то взял гораздо больше. И вы, друзья мои, которые смотрят нашу программу, тоже должны по 200 тысяч рублей. У 36% граждан РФ больше нет денег даже на обязательные расходы, у 23% населения нет денег на оплату жилищно-коммунальных услуг, у 39% граждан нет денег на покупку необходимой обуви, одежды или продуктов. Об этом сообщает научно-исследовательский университет Высшая школа экономики. Еще раз напоминаю, 21-й век на дворе на Россию, то есть у нас нет денег на покупку одежды и обуви, оплату жилищно-коммунальных услуг и на обязательные расходы. Ну и вот у меня здесь еще дальше, дальше и дальше, и я думаю, что если мы сейчас продолжим, то мы можем, наверное, целый эфир посвятить вот этим цифрам. 61% граждан считает нехватку денег главной проблемой в своей семье, об этом заявил Левада-центр и так далее, и так далее. Вот РФ попала в топ-10 худших экономик мира, об этом заявил Блумберг. И Блумберг, кстати, в последнее время очень хорошо говорит о Путине, очень хорошо говорит о российской экономике и заявил о том, что, в общем-то, в топ-10 худших экономик мира. То есть я так думаю, что мы, наверное, там в топ-3 худшей экономики мира входим, если об этом заявляет Блумберг, который, в общем-то, почему-то в последнее время очень любит говорить хорошо про Путина. То есть даже если уж его информационное агентство, скажем так, аффилированное, да, об этом заявляет, то что уж говорить о реальном положении дела. То есть вот мы сейчас полчаса, 24 минуты с вами разговаривали об этих цифрах, и я сказал, наверное, только одну треть, ну или в лучшем случае половину. То есть мы можем продолжать и продолжать и продолжать. Поэтому когда, в общем-то, говорят, да, что вам сделал Путин, там, что вам сделал, но это, конечно, это же не Путин, это же Медведев, это же правительство, это же Госдума, кто угодно, только не Путин, а Путин святой, и он с этим борется и так далее. Поэтому вот вам, пожалуйста, когда говорят, как апеллировать в Ате, о чем там, в общем-то, какие цифры приводить, вот, пожалуйста, вы как минимум вот эти цифры можете использовать. Так, ну что, мы перейдем, наверное, к новостям и напоминаем о том, что у нас работает донат. Вот Снежок поздравляет всех с Рождеством, прислал нам 200 рублей, спасибо большое. Котик Петр пишет. Здравствуй, Сережа, я знаю, что ты язычник, но все равно наша семья поздравляет вас с Рождеством Христовым, а маму, твое с днем рождения. Мы всех вас любим, Господь с вами, извини, все, что можем. Котик Петр, во-первых, деньги – это совершенно неважно, и вы же понимаете, что не в сумме дело. Я вам сейчас историю, может быть, расскажу чуть позже по поводу сумм. Что касается Рождества, я не страдаю какой-то, как это сказать, у меня не идет пена изо рта, когда говорят о христианстве, о Христе. Я читал Библию, я, кстати, часто цитирую Библию, даже вот в бытовом разговоре, да, поэтому у меня нет какой-то аллергии на христианство, спасибо вам за поздравление, и маме моей, да, и с Рождеством вас тоже. Я поздравляю, почему нет, в общем-то, то, что Господь с нами, кем бы он ни был, да, как бы вы его себе не представляли, в этом я нисколько не сомневаюсь. Спасибо большое за поздравление. Спасибо большое. Спасибо. Не советую, как бы, никому оказаться на месте зрителя такой картины. И вот сейчас в Краснодаре женщина попала в больницу после падения с эскалатора, то есть эскалаторы стали, опять вот эти вот волна, да, волна по эскалаторам пошла. Вот нам говорят, что мы глупости говорим, нет никаких волн, вы какой-то мистификацией занимаетесь и так далее. Ну, я вот не знаю, как к этому относиться, да, если в течение года мы не слышали ни одного случая с эскалаторами, и теперь в течение недели уже третий громкий случай. А сколько еще негромких случаев? Вот представьте, упал человек с эскалатора, там, сломал себе руку, вызвали скорую, он уехал. Все, об этом никто не узнал, там, я не знаю, мне кажется, что такое происходит каждый день. И поэтому, в общем-то, то, что до нас доходит, это только очень малая, там, я не знаю, третья или даже одна пятая того, что на самом деле происходит. Поэтому всем советую быть осторожными и на эскалаторах, и вообще в праздничные дни. И вот все, на самом деле, новости, которые у нас сегодня есть, они такие показательные, характерные. Вот я слово все думал, какое слово подобрать. Характерные новости. Вот в Тамбовской области задержали мужчину, стрелявшего в полицейских и соседей. Ну, рассказывают о том, что он сначала напугал родителей, якобы даже в них выстрелил, но не попал, потом высунулся в окно на улицу и начал стрелять. Но вы обратите внимание, сначала стрельба в Калининграде, по-моему, это было, да, где мужчина начал из автомата холостыми патронами стрелять в окно. Сегодня новость о том, что в центре Москвы какие-то кавказцы начали стрелять из автомата Калашникова, и до сих пор непонятно, это модель или это боевой автомат в воздух. Они стреляли вот в Тамбове, мужчина стрелял по полицейским и соседям, его задержали, благо, да. А вот мужчину в Краснодаре не задержали, он стрелял в подземном переходе, я так понимаю, что его до сих пор ищут. Личность установлена, говорят, но тем не менее ищут, из пистолета он стрелял. И я так понимаю, что вот по последним данным еще один случай произошел тоже где-то на севере, где мужчина покончил жизнь самоубийством, да, то есть начал стрельбу на людной улице и в результате покончил жизнь самоубийством. Эта вот новость прям буквально за 5 минут до начала моего эфира, поэтому я ее не смог найти в полном формате, я думаю, что мы к 21 часу об этом скажем. То есть, что происходит с людьми на новогодних праздниках, я не знаю, но вот мы видим, что всего 6 дней Нового года и каждый день, и не по одной, а вот по 2-3 новости о том, что кто-то начинает беспричинную стрельбу. В общем-то, что виной этому алкоголю или, я не знаю, там какие-то, как это, психогенератор КГБ, да, как сказал бы Ломов. Не знаю, с чем это связано, но, тем не менее, это тенденция определенная, поэтому нужно, конечно, очень осторожным быть. Вообще, в новогодние праздники нужно быть максимально осторожным, огромное количество дорожно-транспортных происшествий с участием, в общем-то, выпивших людей, да, в алкогольном опьянении водители. Люди друг друга стреляют, люди выпадают из окон, сегодня мы об этом поговорим. В Красноярском крае ребенок упал в колодец в Енисейске, да, и вот сегодня как-то так вышло, я про маму свою вспоминаю уже второй раз, даже не второй, а намного чаще. У меня мама тоже в детстве чуть не упала в колодец, мужчина в последний момент прям буквально вот еще бы шаг она сделала и упала бы в колодец с кипятком. Не увидела его, бежала, в общем-то, смотрела по сторонам и там за несколько, там, за метр, наверное, до колодца ее мужчина за руку поймал и оттащил. То есть тоже могло все закончиться очень печально. Поэтому, конечно, мы в очередной раз говорим людям, смотрите под ноги, потому что зима это такое время года, когда снег, когда не все видно, да, когда какие-то доски, какие-то, я не знаю, там, какой-то мусор наложили на этот колодец, вы на него наступили и полетели вниз. Я, кстати, тоже провалился в колодец, правда, одной ногой, да, то есть я так повис руками на колодце, причем такая странная ситуация, я даже рассказывал, не странная, дурацкая ситуация, я о ней даже рассказывал. У меня во дворе кто-то, я так понимаю, упер люк, я в окно увидел и подумал, ну, кто-нибудь обязательно в него упадет и положил жестяную такую металлическую, ну, как назвать, лист, металлический лист, положил на этот колодец, чтобы в него никто не упал. И на следующий день не обратил внимания, и сам же в этот, то есть наступил на этот лист, этот лист благополучно упал в колодец, и я в этот колодец, в общем-то, чуть не улетел, в последний момент успев выставить руки, и, кстати, руки потом очень сильно болели, плечи. Поэтому, когда, в общем-то, вы видите открытые колодец, я вам советую устанавливать какие-то, ну, что-то, я не знаю, ветку какую-то воткнуть, чтобы издалека это было видно. Ни в коем случае не кладите никакие доски, не кладите какие-то вот мусором каким-то, потому что это видимость, это, наоборот, человек не обратит внимания, наступит и упадет, да, и он даже не будет знать, что там есть колодец. То есть вы ему таким образом подлянку такую устраиваете, я вам советую просто какую-то палку длинную, доску что-то, мусор какой-то, который будет издалека видно воткнуть, и это будет намного более эффективно. В Полтаве мужчина утонул в дренажном колодце, то есть еще один человек, опять тенденция, да, упал в дренажный колодец и погиб, 2 января это произошло. В Новосибирске выясняют причины падения ребенка в люк теплотрассы, опять ребенок и опять в люк, то есть, конечно, смотрите за тем, где играют ваши дети, да, и если они даже играют на привычной территории, во дворе или где-то еще, то очень много каких-то скрытых опасностей, нужно детей предупреждать, в первую очередь смотреть под ноги, особенно зимой, особенно когда вот не видно и снег. В Благовещенске башенный кран упал на коттедж, и вот не знаю, вот спросите вы меня, будет ли теперь волна падения кранов, не знаю, посмотрим, вполне возможно. Вот, пожалуйста, вот так это выглядит жутковато, да, у меня тоже, вот сегодня все у меня, все новости связаны каким-то так или иначе со мной, у меня тоже в детстве упал башенный кран рядом с домом, на дом, на мой благо, не попал, я вот с тех пор как-то так, но сейчас нет, а вот в подростковом возрасте очень как-то опасливо относился к кранам после того, как вот в нескольких метрах от моего дома упал башенный кран, кстати, в центре Саратова произошло, поэтому никто не застрахован. Тут, я так понимаю, никто не пострадал, очень повезло, потому что, как правило, это заканчивается очень печально. Посмотрим, мы давно не слышали какие-то истории с башенными кранами, да, с их падением, я думаю, что в скором времени, в общем-то, мы увидим, что будет продолжаться эта волна. Пишут, что я быстро говорю, но вы, видимо, недавно меня смотрите, потому что я всегда быстро говорю. Ирина Карагодина из Томска прислала нам 511 рублей, Сергей, вы делаете благое дело, вчера жгла вату фейерверками, спасибо большое, Ирина, большой привет Томску, не знаю, какая у вас погода, напишите нам интересно, наверное, очень холодно, ну, по крайней мере, не теплее, чем в Москве, я так думаю. Спасибо вам большое, спасибо всем, кто запускал фейерверки, кто не запускал, но был мысленно с нами, тоже вам большое спасибо, ведь главное, это не деньги, которые вы нам присылаете, это не фейерверки, которые вы запускаете или не запускаете, главное, это, в общем-то, ваше отношение к нашему общему делу, сопричастность, вот, правильное опять слово, сопричастность. сейчас надо побанить людей немножко выдохнуть сюда сделать паузу кого-нибудь забанить ответить на какой-нибудь ваш вопрос интересный а почему вы в лохино сейчас вот вы знаете это забавная ситуация когда мы были в саратове когда мы ехали в саратов нам все сказали мальцев сбежал из москвы он тут не хочет ничего делать ухты я что-то упал на этих словах эти почему вы там скрываетесь саратове мы приехали в москву нам все пишут вот вы там сбежали из саратова на теплое место в москву короче куда мы не поехали на все все почему-то остаются недовольными да но вот в москве мы пока в общем-то занимаемся сами знаете чем занимаемся кто нас смотрит я думаю не надо объяснять вот пишут когда ответишь на мое сообщение я сказал в прошлом эфире что очень большое количество огромное количество сообщений на которые я не ответил по причине того что очень много поздравлений с новым годом я потихоньку разрываю почту вот сегодня из петрозаводской человек да написал я прочитал из омска люди написали я прочитал ответил потихоньку потихоньку вот 6 процентов наверное на 35 я почту разрыл я думаю что там за выходные будет побольше времени надеюсь и я продолжу работу с почты обязательно вам отвечу всем каждому можете даже не сомневаться но если вы что-то по делу пишите то тогда каждому а в центре петербурга протестующие дальнобойщики перекрыли платную дорогу вот александр расторгуев я сказал нас сегодня в студии будет 21 час обязательно об этом расскажет поэтому я просто анонсирую скажем тогда подробный подробную историю об этом в общем-то услышите от я так понимаю непосредственно свидетеля происшествия этих на волжской ну вот давайте нет давайте не так давайте я задам вам вопрос вот у нас здесь тоже люди из саратова как вы думаете дорогие друзья что что произошло вчера в саратове опять шары летает абсолютно верно то есть это уже даже они вот для меня это загадка то есть на самом деле если бы эти шары просто куда-то укатывались и их бы там оставляли это было бы одно но им этого кажется мало то есть они шары катятся они их ставят обратно они опять катятся то есть вот этот шар который перед находится на пересечении на улице волжской и некрасова рядом с дворцом бракосочетания он укатывается уже второй раз то есть им этого не хватает причем тут я да это 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 да да и мало того что сдвинуть я вот прошу всех обратить на это внимание особенно кто из саратова и я не знаю может быть каких-то других городах тоже катаются эти шары мы просто об этом не знаем это на самом деле вот казалось быть смешно да мы там всегда смеемся там шары катятся по волжской все маршируют кричат слава володину и так далее но это на самом деле очень не смешно 150 килограмм весит шар изгиб улицы очень большой вот кто был саратове представлять что такое улица волжская то есть этот шар прокатиться хотя бы 50 метров то он будет набирать такую скорость колоссальную и плюс она идет под изгибом то есть вы можете просто не видеть вы можете спокойно идти по улице и из-за угла вылетает 150 килограммовый шар и в общем то вы можете предположить что произойдет если он в общем то попадет в вас или в ваш автомобиль или я не знаю то есть это очень серьезно это такая полоса препятствий для спецназовцев да то есть вот у нас на улице волжской можно тренировать спецназ там катятся шары там сделали водоотвод который никуда не выходит он выходит прямо на улицу трубы которые идут с крыши вот на крыше что-то тает или дождь идет и это все течет прямо на улицу никаких дренажных систем ничего нет это все замерзает то есть можете себе представить это новая улица и вот мне очень удивило здесь все написали что инцидент вызвал критику спикера государственной думы вячеслава володина выступавшего инициатором создания новой пешеходной зоны я думаю ну наконец то почему володин про это не говорит но это же это же в его огород шар в его огород скажем так да мраморный шар в его огород почему же он ничего не говорит а знаете что сказал володин володин сказал шары покатали все посмеялись конец цитаты это он таким образом раскритиковал кого он раскритиковал шары покатались все посмеялись но вот вячеслав викторов москве живет наверное поэтому ему смешно вот люди которые живут в саратове и дети его наверно москве живут да я не думаю что они в саратове живут вот если бы его дети жили на улице волжской я думаю что он не смеялся бы до когда шары катают или я не понял, или, может быть, он имеет в виду, что шары-то не мраморные, катают там на улице Волжской, тогда это смешно, шары покатали, все посмеялись, но они вот 20 лет уже шары катают свои, да, и мы смеемся. И вот Валерий Сараев пообещал намертво закрепить 150-килограммовые конструкции, пообещал это в начале декабря, с тех пор уже только мы знаем о двух укатившихся вот этих шарах, поэтому, да, намертво закатают, это точно, поэтому жуткая, конечно, вот эта ситуация с шарами на Волжской, я не знаю, это нужно прям диверсию какую-то проводить, вот у меня такая мысль уже есть, я не знаю, там, можете в суд на меня подать, да, прям приехать на каком-то большегрузии, увезти нафиг эти шары оттуда, просто куда-то их где-то выкинуть, я не знаю, они, конечно, поставят новые опять, ну, может, и не поставят, вот не знаю, ну, что вот еще делать с ними, или, я не знаю, или с гвоздями приходить их там как-то прибивать, ну, вот как это еще делать, ну, если никто не хочет этим заниматься, надо как-то на себя брать, потому что я вот, например, не хочу, чтобы какие-то мои друзья или вообще любые другие люди, мне незнакомые, стали жертвами этих шаров, тогда посмеемся, да, с Вячеславом Викторовичем, будем хохотать, ну, не знаю, посмотрим. Девушка в Владивостоке упала на крышу автомобиля и погибла, в руке у нее была записка, ну, то есть, это все то же самое продолжается, о чем я говорил, психологи-психотерапевты, я об этом говорил в прошлом эфире, неоднократно делали научные работы на тему того, что предпраздничные и праздничные дни, они являются очень опасными для потенциальных самоубийц, то есть, вот, парадокс, везде у всех праздник, всем хорошо и весело, а люди прыгают с крыш, там, кончают жизнь самоубийством, а тем более, когда речь идет о новогодних праздниках, неделю, да, всевозможные праздники, старый Новый год, Рождество, там, всевозможные другие праздники, люди, конечно, я вот прошу обратить внимание, я понимаю, что это очень такая, ну, такая интимная тема, да, потенциальные самоубийцы, я знаю людей, там, в своем круге общения, у которых есть проблемы определенные, да, я вот прошу всех, кто тоже таких людей знает, как-то, ну, вот в эти дни почаще им звоните, спрашивайте, как дела, как-то разговаривайте с ними, да, если даже нет повода, просто выразите поддержку, потому что это может очень серьезно закончиться, и вот во Владивостоке эта история, да, прошлые выпуски я практически весь рассказывал о десятке случаев падения людей с окон и крыш, вот в Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна четвертого этажа, тоже неизвестно, остался жив, но получил множественные переломы, но четвертый этаж, в общем-то, да, большая вероятность того, что человек остается живым, полиция там проводит проверку, выясняются все факторы, говорят, что, возможно, самоубийство, но я не знаю, какое самоубийство с четвертого этажа, кто-то будет заканчивать жизнь, мысли, не знаю, возможно, это какая-то случайность, вот мне нравится заголовок, пьяная пенсионерка перепутала дверь и окно и выпала с пятого этажа, круто, то есть это так, уноутил спампируется, да, там, если бы ты знал, там, как-то что-то там, в этом доме было 40 тысяч дверей, но она всегда выходила в окно, разбивалась насмерть, но ей было все равно, вот такая же пенсионерка, которая разбивается насмерть, но ей было все равно, но я, опять же, говорил, что вот эти случайности, вот эти несчастные случаи, они, конечно, алкоголем вызваны, это очевидно, вот давайте возьмем все эти новости про выпавших людей из окна и посмотрим, сколько из них находились в состоянии алкогольного опьянения, я думаю, что это 90%, поэтому, опять же, нужно аккуратнее быть, ну и не пить, конечно, это самая такая, самая железобетонная проверка на то, что вы не выйдете в окно случайно, да, то есть если вы трезвый и адекватный человек, то вы не перепутаете дверь с окном. А вот на пожаре в детском саду Владивостока, вот новость, которая, на самом деле, вот в кои-то веке хорошая новость, на пожаре в детском саду во Владивостоке прохожий поймал шесть младенцев, которых выбросили из окна, и никто из них не пострадал, я так понимаю, что мужчину этого не нашли, то есть он покинул это место, вот вы знаете, что сейчас произойдет, его, естественно, скорее всего, найдут, да, по каким-то там камерам видеонаблюдения, его припрут там в какой-нибудь местный МЧС, там ему вручат медаль, с ним будут обниматься, целоваться, и все это так ужасно, все это так противно, меня вот это всегда такое вызывало негодование, такое отвращение, то есть вот эти люди, которые довели нашу страну до того, что все горит, все взрывается, говно ржавеет, и полный джаляб, и они потом вот этих людей, реальных, действительно, героев, к себе там вот берут, там обнимаются с ними и говорят, вот как мы там, значит, с ними боремся там и побеждаем. Ну, я не знаю, это ужасно, я вообще считаю, что нужно какие-то народные премии учреждать, да, то есть вот собраться людьми, учредить какую-то премию, я не знаю, может быть, даже денежную, вот через донат собрать какие-то деньги, встретиться с этим человеком, посадить его в эфир от подготовки, вручить ему какую-то награду, я не знаю, там, сделать какую-то медаль, да, не очень дорогую, может быть, и какую-то денежную премию, и это будет намного более эффективно, да, то есть вот люди увидели, что этот человек герой, это вот герой России, да, не герой Путина, не герой Шойгу, там, не герой этого нового министра МЧС, я даже не знаю, как его зовут, а герой, в общем-то, людей, которые, люди его признали героем, не кто-то, а люди, поэтому я, конечно, вот, большие слова поддержки этому человеку из Владивостока, выражая, я уж не знаю, он вряд ли их, конечно, услышит, но я вот со своей стороны, конечно, очень благодарю его за то, что он сделал, не зря человек жизнь прожил, да, столько детей спас, и, в общем-то, не пошел там торговать рожей на какие-то телевизионные каналы, да, а просто ушел совершенно спокойно домой, я думаю, что он даже себя и героем-то не считает, но, может быть, и правильно. В Нижнекамске молодой человек выпал из окна, то есть, опять продолжается, опять же, если мы сейчас все это будем зачитывать, то это всю программу можно посвятить тому, что люди падают из окон, и девочка умерла в Хакасии в больнице после лечения уколами от температуры, жуткая, конечно, история, то есть, ребенок 30 декабря почувствовал себя плохо, поднялась температура, вызвали, в общем-то, скорую ее привезли в больницу, сделали ей укол, отправили домой, жаропонижающий укол, отправили домой, 31-го девочки стало еще хуже, температура поднялась практически до 40 градусов, ее обратно увезли в эту же самую больницу, там ей поставили 3 укола с целью снятия симптомов, вновь отправили домой, то есть, никто не госпитализирует, ничего, а 1 января состояние ребенка ухудшилось, и девочку увезли сначала, в общем-то, в участковую, потом в краевую, в тяжелом состоянии, и, в общем-то, реанимационные меры не привели никакого успеха, ребенок скончался, то есть, 3 дня девочку возили из больницы в больницу, кололи какой-то дрянью, причем, я так понимаю, что сейчас выясняется, что у ребенка была аллергия на эти препараты, которые ей кололи, и вы знаете, мне вспоминается история моего одного товарища, Максимова зовут, который тоже чуть не погиб, он нас смотрит, привет, Максиму, в общем-то, тоже он чуть не погиб, когда ему кололи в срочном порядке, в реанимации кололи препараты от аллергии, на которые у него была аллергия, то есть, у него были признаки аллергии, ему колят антиаллергенные, как их назвать правильно, не знаю, препараты, а у него, в общем-то, эти симптомы только повышаются, и ему колят еще больше, они еще больше повышаются, и только чудом, потому что там был очень опытный врач, который, кстати, сейчас уволен, там это тоже отдельная история, очень опытный был врач, он, в общем-то, жизнь ему спас, потому что понял, да, что нужно прекратить этим заниматься, я не знаю, чем бы это закончилось, наверное, Максим бы нас сейчас не смотрел. Ну и вот возбуждено дело причинения смерти по неосторожности, причем сначала сказали о том, что там будет, в общем-то, возбуждено дело по халатности, но тут, конечно, никакая не халатность, халатность совершенно другой, даже с юридической точки зрения, тут, конечно, причинение смерти по неосторожности, а может быть даже и совокупность нескольких статей, ну, конечно, сейчас этих, эту какую-нибудь там медсестру, да, отправят в тюрьму, и я понимаю, что будь я конечно родителем этого ребенка конечно я говорил бы по-другому но вот я с другой стороны понимаю сейчас сидя на своем месте да я понимаю что конечно не медсестра это виновата виновата система потому что мы прекрасно знаем как переполнены больницы как в общем-то людей людям отказывать в госпитализации да я прекрасно помню как у нас там товарищ с полевым ранением лежал в коридоре в больнице потому что в общем-то нет места некуда его было положить так мы почему-то повисли все заработало напишите мы повисли или ответы давайте я прервусь работает не висимо готовимся хороший лозунг опять про декабристов достаточной так так его напишите друзья у вас какой-то уже диалог пошел мы вообще в эфире не в эфире человек на на вопрос в эфире мы или не в эфире пишет я бьеровой в дул ужас какой ваши вкусы очень специфичны работает очень хорошо спасибо да и вот тоже такая в кое-то веке не жуткая новость прохожие заметили в челябинске подозрительные свечения в небе и столько значит вокруг этого спекуляции одна из топовых новостей в яндексе столько спекуляций люди мне из челябинска прислали и уже там про нло сказали и про какие-то секретные разработки рептилоидов с планеты нибиру и что только не придумали вокруг этого и вот у меня сначала было весьма однозначное по этому поводу впечатление я хотел сказать что в общем то это я бы в это очень с удовольствием поверил в то что там рептилоиды инопланетяне и нло если бы не одно но если бы я сам не был много раз свидетелем вот этого подозрительного как они его назвали свечения в небе это называется галло и галло это давно изучено и вот выглядит это примерно вот так вот это прекрасно выглядит саратов да но я понимаю что здесь конечно не обошлось без ведерка фотошопа да и все это выглядит не настолько эпично но тем не менее вот эти световые столбы вызваны особенно низкой температурой разряженным воздухом там и и и он нам каким-то ионной атмосферой ионизации атмосферы я конечно не физик и не могу с физической точки зрения сказать почему это происходит но тем не менее давно изучена вот так это выглядит опять же все тот же саратов вот это уже пермский край насколько я понимаю в разные времена года в разные года это заснято то есть вот так таким образом распространяется свет то есть воздух приобретает немного другое состояние и свет в нем распространяется вот такими столбами очень красиво согласитесь выглядит это вообще какой-то маленький я даже не знаю научно-исследовательская станция какая-то судя по всему да и тоже здесь от обычных фонарей вот такие интересные аномальные явления а вот вот это галло немножко другого вида это то что называется второе солнце да то есть мы видим что солнце светит в объектив по центру а справа и слева такие можно сказать вертикальные радуги да то есть это такой полукруг который над солнцем но очень много в общем-то описание в истории по поводу этого до говорят о том что александр македонский во время своих походов часто видел такие небесные явления и связывал с тем что это в общем-то послание богов да и что его направляют так или иначе какие-то делал из этого выводы говорят о том что над военными полями сражения до зачастую такие аномалии видели так или иначе но вот у вячеслава вячеславовичу мальцева есть немножко другое мнение по этому поводу я думаю что он сам с удовольствием о этом расскажет согласен ли я с ним или нет но сложно сказать у меня свое наверное в данном случае представление ничего не отрицаю но и ни во что не верил вот данном случае ну и последняя новость опять который появился прям ровно до прям ровно до начала нашей трансляции а пьяные неадекватные мужчины пытался сжечь российский флаг в севастополе опять куча народа об этом написала и вот в частности порадовала нтв вот заголовок пьяный неадекватный мужчина попытался сжечь российский флаг севастополе и вся новость цитирую всю новость все что есть на данный момент неадекватный мужчина пытался сжечь флаг рф севастополе очевидцы вызвали полицию все это вся новость которая состоит из двух строчек кто его назвал пьяным кто его назвал неадекватным неадекватным это вообще-то медицинский термин да то есть не для этого должна проведена быть экспертиза то есть телеканал ран тв скатил скатился уже но он давно конечно скатился но вот сейчас он катится все ниже и ниже до уровня такой но я не знаю желтой газеты вести волчихуйска вот вот это вот наверное уровень до журналистов ран тв вот я просто представляю когда я работал журналистом в саратове каких-то очень маленьких информационных агентствах я представляю если бы я принес редактору вот такую новость состоящую из двух строчек абсолютно без какой-либо конкретики и если только с заголовком я думаю что мне мягко говоря сделали бы выговор да может быть даже и что-то более серьезное так ну что вот такие неординарные у нас сегодня новости и погодные аномалии и в общем-то какие-то достаточно жуткие истории поэтому давайте поотвечаем на ваши вопросы достаточно такой насыщенный по моему сегодня эфир напишите как вам эфир мне всегда интересно ваше мнение и задавайте свои вопросы напоминаем что работает донат донат у нас единый на канале арт-подготовка поэтому те кто каким-то образом ревнуют и думают что это там мой донат а есть еще донат вячеслава мальцева нет это не так вы присылая нам в мою программу какие-то вопросы вы также нам помогаете нашему общему делу и нашему каналу поэтому не стесняйтесь но и в то же время в общем-то по мере ваших возможностей скажем так дальше новости будут хуже дно пробита но не знаю как насчет пробита на то что лучше не будет становиться это точно придем ли мы завтра гулять у меня связанное с нашим делом есть завтра одно мероприятие вы о нем наверняка узнаете некоторые уже знают но я планирую не хочу сейчас анонсировать потому что опять кажется что я там что-то вас обманул если вдруг что-то не получится поэтому не уверен что я буду на прогулке если вы имеете ввиду московскую мы только вове донатим да если бы мы только вове донатили донат это дело добровольное да если бы мы если бы вова также вот содержал свое государство за счет того что люди хотят и и отправляют ему нравится что он делает ему отправлять деньги не нравится не отправляют а у нас просто грабеж чисто обыкновенный такой очень очень такой глупый примитивный грабеж такой очень что ты думаешь про новое кино викинг я не видел кино викинг обязательно хочу посмотреть сколько раз подтягиваюсь признавайся раньше подтягивался это не так мало как вы думаете больше десяти раз мог подтянуть сейчас уверен что не подтянусь только насколько то подтянуть это очень важная информация зная сколько у тебя зарплата сколько мальцев платит у меня зарплата давайте скажем так у меня зарплата среднестатистического учителя сергей признаетесь вы преувеличиваете много конкретику скажите конкретное место я вам могу сказать что мы очень много вообще углов сглаживаем очень о многом не говорим очень многие вещи какие-то постараемся как-то ну из этических соображений не упоминать поэтому я вот не знаю как вы где вы видите что мы что-то преувеличиваем мне кажется мы очень много преуменьшаем облился ли я холодной водой обла баба облеешь сегодня обязательно я говорю будет ли мальцев завтра на прогулке в москве не знаю это вопрос пальцем гражданство какое чье мое российское конечно че какой же еще может быть ждем когда прикрутит опросы на ю тубе да я думаю на эту тему спасибо что напомнили это вместе со взятками которые берут у тебя 50 100 тысяч мальчик юрген китаев я не знаю мальчик ты мужчина или кто какие 50 100 тысяч ты о чем вообще говоришь у меня огромное количество друзей учителей как то вот так вышло у меня до что я общаюсь с большим количеством учителей и какие-то я для это даже смешно говорить какие-то шоколад какие-то цветы на день на день рождения там на день учителя и так далее но даже я допускаю что у меня приличные люди но я допускаю что есть какие-то неприличные а каких ста тысячах вы говорите это даже даже не смешно об этом говорить это забудьте И вообще даже не это вот полная ересь, абсолютная. Как вы относитесь к кибернизации общества? Смотря что вы подразумеваете под кибернизацией общества. Если вы опять про электронные деньги и про заговор масонов, то я хорошо отношусь к электронным деньгам. Сегодня не крещение, а я и не по поводу крещения. Бороду не думали, а отпускать солидный вид будет и минимальцем. Я не собираюсь быть минимальцем. Учителя нормально на репетитете поднимать. Друзья, я не хочу как бы как-то вас, там, типа я такой всезнающий, да, вы ничего не понимаете, но у вас очень странное представление. Я вот вам прям честно могу сказать, просто вот по-дружески, да, не как-то вот что я там что-то знаю, а вы не знаете. Я не знаю, может быть в Москве, я по Москве не могу судить. Может быть вы в Москве живете и судите по Москве. Но я могу сказать, что в Саратове вы очень далеки от представления того, что там происходит. Приглашайте в эфир наших соратников. Я вас приглашаю, пожалуйста, наших соратников. Я говорил, что с удовольствием буду общаться с кем угодно, если есть о чем поговорить. Ведут ли налог на тунеядство и стоит ли его платить? Я думаю, что если введут, то он очень долго, недолго будет действовать, поэтому не советую его платить. Серега, огласи, пожалуйста, твое отношение к огнестрелу, а также к самодельному оружию, сделанному, так сказать, для души. Мое хобби делать оружие интересует легализация подобного рода занятия после пятого одинства. Интересный вопрос, достаточно. У вас в хобби делать оружие. Если оно огнестрельное, то, наверное, у вас должно быть какое-то понимание, что вы, в общем-то, являетесь источником опасности, в первую очередь, для себя. Если вы являетесь источником опасности для себя, то это совершенно нормально. Вы делаете оружие, вы понимаете, из чего оно сделано. Вы уверены, что оно не является источником опасности для вас. И если, не дай бог, что-то произошло, ну, вы там получили какие-то травмы или погибли. То есть вы совершили ошибку, и вы за нее понесли наказание. Это собственное. Ни законом, ни обществом, ни чем-то еще. Сами понесли, в общем-то, наказание своим здоровьем рискуете, грубо говоря. Как экстремалы какие-то, вот так вот, скажем, да. Человек там прыгает без парашюта, там, с каких-то высот. Но он никому никакого дискомфорта не представляет. Он же там не прыгает, там, в толпу людей ни в чем не повинных, правильно? Вот, поэтому я нормально отношусь самодельное оружие, пожалуйста, к огнестрелу. Конечно, должен быть огнестрел, так же, как в Америке легализовано. Мы об этом много раз говорили, о легализации оружия, упрощении его получения и так далее. Как вы будете относиться к самодельному оружию, если везде будет нормальное оружие? Но вы пишете, что это для души, хобби. Да, пожалуйста, я очень хорошо к этому отношусь. Очень хорошо. Нормально. Ну, ну, нужно какие-то ограничения, конечно, иметь, что там, грубо говоря, не нужно там. Ну, не знаю, надо подумать, это достаточно интересный вопрос. Опять же, что вы имеете в виду оружие? Пистолет это одно, там, бомбу вы самодельно собираете, это совсем другое. Но я понимаю, вы про огнестрельное оружие нормально отношусь. От Чайки давно в Исеров нет, как будто помер генпрокурор. Кстати, да, действительно, давно мы от него ничего не слышали. Когда в ЗОО будет официальная группа? Не знаю. Думаю, что не скоро, если и будет. Серега, техника безопасности превыше всего. Все, тогда у меня нет... Это тот же человек, который по поводу самодельного оружия. Вообще никаких тогда у меня к вам вопросов нет. Если вы никому не мешаете, вы делаете для себя оружие, вы несете за это собственную ответственность перед своим здоровьем, перед своими пальцами, перед своими глазами, почему я должен быть против? Если вы там, я не знаю, будете от оружия, там, ходите, там, я не знаю... Я даже вот не знаю, как вы можете обществу из этого оружия предоставить какую-то угрозу. Нормально, очень хорошо отношусь. Что вы думаете о черных копателях с металлодетектором? Очень нормально. Я замечательно отношусь к черным копателям с металлодетекторами. Вообще, для меня это загадка. То есть, есть какие-то вещи, там, я не знаю, там, какие-то маленькие клады, да, просто которые со временем лежат. Какие-то там еще что-то. Ну вот, то есть, что-то, нечто, что содержит наша земля, да. Да, и люди, которые, в общем-то, занимаются тем, что они это ищут. И их там как-то гоняют, там, как-то ограничивают какие-то штрафы, там, вы что-то должны, там, отдавать какой-то процент государству. То есть, вот был какой-то поселок, там жила какая-то семья. Там хранили какой-то, условно, сундук. Ну вот представим, я глупости говорю, я понимаю, представим. Хранили какой-то сундук. Там кто-то умер, помер, уехал, не знаю, там, деревня заброшена, все. Приехали какие-то люди, начали, там, через 100 лет, через 200, начали что-то там искать. Нашли этот сундук, там, нашли драгоценности. И они должны отдать процент государству. С какого хера-то они должны отдать процент Путину, причем? Вот это парадоксально. Путин-то здесь при чем? Он что, он хранил это как-то? Или, и вот, вот какая вообще связь? Ну, я еще понимаю, если бы они Николаю II должны были бы отдать процент, да? Но это же совершенно полный бред, полная глупость. И получается, что эти вещи, они с каждым годом теряют свою ценность. Они гниют, они уничтожаются, они окисляются. Мы теряем огромное количество уникальных, редких находок, да? И люди, которые свою жизнь посвящают тому, чтобы их искать, они их каким-то образом ограничивают, там, и так далее, да? Наоборот, общество должно, государство должно создать инструмент. Должны быть официальные рынки. Вы нашли какой-то уникальный экспонат, вы принесли его, вы его продали за адекватную стоимость государства, он становится государственным, его выставляют в музей или где-то еще. И вот, пожалуйста, и не нужно никакое-то. Мы сразу убираем весь черный рынок, если это что-то стоящее, если это что-то там сугубо такое из области коллекции, ну, пожалуйста, куча частных коллекционеров. Кому они мешают? Что они там могут найти такое страшное? Ну, они там от времени от времени находят какие-то бомбы, там нам рассказывают, что это очень опасно, они находят там какие-то снаряды Великой Отечественной войны, на них взрываются, но они же их находят, они же сами себя, так же, как по аналогии, вот, приведущий человек по поводу самодельного оружия, они сами несут ответственность за свою жизнь, да? Они нашли какой-то снаряд, он взорвался, человек умер. Но это его выбор, он совершил ошибку, он за нее понес ответственность. Он же его там не в центре Москвы ищет, правильно? Он его ищет где-то там на полях, лугах и так далее. Поэтому я нормально отношусь к черным копателям, и для меня это загадка, почему их сейчас гоняют там, причем для меня это загадка, почему в других странах, в некоторых, да, в развитых, в цивилизованных, такое же отношение к черным копателям, их тоже там как-то ограничивают, какие-то налоги с них берут, это для меня очень странно. Серега, вам салюты нельзя в руки давать, по домам херачить, как ненормальные, ржете при этом оружие, тем более, я не знаю, кто вам сказал, что мы по домам херачим и ржем при этом. Костя попал в нежилой, причем в строящийся дом, и ничего там не разбил, и мы смеялись не потому, что нам смешно, а потому, что, ну, там, ситуация такая была, да, и никто при этом не пострадал, ничего страшного не случилось. И у нас, вы знаете, очень много в нашем коллективе людей вооруженных, которые всю жизнь оружие носят с собой, и что-то никто там друг у друга не стреляет в пьяных драках, да. Да нет, это вообще глупости. Когда говорят о каких-то там людях, которые друг в друга стреляют, ну, возьмите статистику даже в России, вот там все пьют, там все ватники и так далее, в Молдавии, да даже в России, вот говорят, вы дадите там ватникам оружие и так далее, они же тут все боярышники напьются и начнут стрелять друг к другу. Возьмите статистику и посмотрите, какое количество правонарушений у людей, у которых есть оружие, и с чем оно связано. Как правило, это там не хранение в сейфе, какие-то там совершенные глупости, да, то есть человек не поставил там ружье в сейф, пришел участковый, его оштрафовал, там оружие забрал, какой-то штраф выписал. Посмотрите, сколько там людей убивают из легального оружия, стреляют там в кого-то, убивают или что-то там грабят, да нисколько практически, это 0-0-0-0-0-0-5. То есть все те люди, которые совершают преступления с оружием, они это делают с неофициальным оружием, это совершенно очевидно. Поэтому это как раз один из мифов. Так, ну что, дорогие друзья, у нас 20.07 уже, да, поотвечали на ваши вопросы, подвели, можно сказать, итоги прошлого года в начале, так, своеобразно, но тем не менее подвели. И спасибо, в общем-то, что вы нас смотрите. Я думаю, что следующий эфир у нас, может быть, какой-то будет на выходных, пока не могу обещать, но на следующей неделе, во вторник, наверное, по традиции, в общем, буду оповещать в группе ВКонтакте. Ссылка на группу в описании. До 21.00 я с вами прощаюсь. Спасибо. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok